Всем привет, ребят, а это PlayStation Portable. И не будет тут рассказа о том, что вот, у моего одноклассника была PlayStation Portable, у моих одноклассников были PlayStation Portable, и я смотрел, как они играли. Нет, тут такого не будет, если вы же хотели это услышать, нет. Это видео совсем не о том. Тут же я расскажу о своих эмоциях, которые мне дала эта консоль PlayStation Portable. Как я её купил, зачем я её купил, для чего я её купил. Расскажу про игры, а также расскажу, сколько сейчас она стоит, и есть ли смысл брать её в 2021 году. С момента её выхода уже прошло 16 лет, анонсированная была в 2003 году. В 2004 году поступила в продажу. Было выпущено много версий этой консоли. Это 1000, 2000, 3000, PSP Street и PSP Go. PSP 1000 это фатка, такая жирная консоль, самая первая, самая прочная и самая тяжёлая. С самой слабой начинкой из всех имеющихся консолей PSP. PSP 2000 это консоль, которая стала чуть меньше в размерах, именно в толщину. Доработали экран, а динамики перенесли вверх, чтобы не закрывались пальцами. Внешне же она стала глянцевая по сравнению с 1000 версией, которая была матовой. За счёт этого больше царапин, больше потертости стало видно, нежели это было на 1000 версии. PSP 3000, самая мощная, самая красивая и самая лучшая. Самая доработанная, в которую добавили микрофон, изменили кнопки. Подтянули немножко железа, чтобы она стала более производительной, чем предыдущие консоли были и до этого. Размеры от 2000 версии по сравнению с 3000 версией не отличаются совсем. После чего была PSP Street, более облегчённая версия, более урезанная версия, в которой был всего один динамик, порезанный процессор, порезанная память, что в свою очередь сказывалось на производительности в играх. После была неоднозначная PSP Go, неоднозначная в том плане, что её форм-фактор состоял из слайдера, когда раньше были в то время популярны телефоны-слайдеры, и они решили сделать такую же PSP. Она была на голову мощнее всех предыдущих PSP, был лучше экран, чем предыдущих консолей, но за неудобное расположение кнопок её так и не полюбили. Да и в ней не было лотка для AMD дисков, в то время были которые популярны. На сегодняшний день, заходя на Авито, можно купить себе PSP 1000, 2000 или 3000 версию в районе 2000 рублей. Смотря, конечно же, от комплектации, некоторые продают сразу же с чехлом, с AMD дисками, есть варианты даже с коробкой. Я же свою PSP 3000 версии купил за 2000 рублей. Конечно, не в идеальном состоянии, немного пошерпанная, кнопки немного облезлые, но и также не работает AMD привод, о котором я узнал чуть позже, потому что не стал проверять при покупке. Вместе с самой PSP мне отдали чехол, зарядное устройство и один AMD диск с игрой «Пираты Карибского моря». Собственно, для чего я купил себе? А решил я её купить в 2020 году, в начале года, в январе-феврале в месяце. Эта же консоль обошла меня стороной, хотя до этого была у меня PlayStation 1, PlayStation 2. Мне хотелось попробовать эту консоль на ощупь, поиграть в те игры, которые выходили в те далёкие годы. Да и к тому же, она способна запускать игры не только PlayStation Portable, но и PlayStation 1, и также Sega и Nintendo. Как я сказал уже ранее, я купил её на Авито, принёс домой и начал разбираться с ней. Хотел сразу же прошить её, чтобы не нужно было мне покупать AMD диски. И как оказалось позже, что у меня этот AMD привод не работает. Просто-напросто. В итоге я начал лазить по всяким разным сайтам, по форумам, смотреть видео на YouTube, гайды, как правильно прошить консоль. Поначалу у меня начало всё получаться, но в итоге я каким-то образом запорол консоль, и она у меня брикнулась. Ну, то есть превратилась в кирпич, я не смог её запустить никаким образом. Ну, тут у меня, конечно же, паника началась, и я опять начал лазить по форумам. Что, как с этим делать, чтобы воскресить её обратно. В конце концов, я всё-таки восстановил её, она у меня заработала. После чего я успешно накатил на неё прошивку, которая на тот момент ещё слетала. После чего же я опять накатил новую прошивку, которая уже перестала слетать. Потом я начал устанавливать игры, разные от PSP, от PlayStation 1. Конечно же, я себе ещё и поставил эмулятор с Sega. Моим эмоциям не было границ, я был счастлив, как пятилетний ребёнок. До этого от таких эмоций у меня не вызывала ни одна консоль, не считая, конечно же, PlayStation 1. О которой мы как-нибудь в другой раз тоже поговорим обязательно. При каждом запуске игры, или при каждом запуске самой консоли, я был так счастлив. Это непередаваемые ощущения, поймёт меня тот, только кто играл в PlayStation Portable. Эти звуки от игры, это ощущение кнопок, это ощущение джойстика самого вот этого стика. Всё вот это вкупе создаёт эмоции непередаваемые просто и запоминающиеся на всю жизнь. Я не перестаю восхищаться этой консолью, до сих пор играю в неё. Лично я считаю эту консоль самой лучшей из всех вышедших портативных консолей. Вы только послушайте, какой звук от переключения между пунктами в самом меню. И от звука самих кнопок. Ну и конечно же игры, ради чего покупается эта приставка. На пиху выходило столько разнообразных игр, что их уже не счесть. Прибавляем сюда также эмуляторы Sega, эмуляторы PlayStation 1, эмуляторы Dendy. Всё это вместе нам даёт понять, что игр выходило большое количество, и было очень много эксклюзивов именно под PlayStation Portable. Какой у неё звук при запуске игр? Только ради него хочется запускать и запускать игры. Я лишь расскажу о некоторых играх, которые впечатлили меня, потому что они выходили в то время, а на то время это было очень даже ничего так. И не забывайте, что в эти игры вы сможете поиграть где угодно, то есть вы просто взяли PlayStation Portable, положили в рюкзак, либо же положили в карман, поехали вы куда-нибудь в отпуск, к примеру на поезде, либо же на машине, либо же на автобусе, в это время вы можете просто достать из кармана брюк портативную приставку и начать играть. Это будут игры именно те, которые понравились мне, в которые я начал играть на PlayStation Portable. Если же ты тут не нашёл своих любимых игр, то можешь написать свою любимую игру в комментариях. Серии игр LEGO на PlayStation Portable выходило много версий серии игр LEGO, Бэтмен, Индиана Джонс, LEGO Star Wars и ещё много разных игр LEGO. Эти серии игр манят себя простотой, необычным геймплеем и юмором. Да и к тому же ты можешь кастомизировать своего персонажа как тебе угодно. Вторая игра это GTA Chinatown Wars. Эта GTA ничем не отличается от других частей GTA, за исключением того, что в ней можно делать. Самому изготавливать коктейли Молотова, приезжая на заправочную станцию и заливая в неё бензин и затыкая тряпкой. Причём заливая бензин, ты должен попадать в горлышко бутылки. Также тут можно скрывать машины, как электрические замки, так и механические замки. Также можно рыться в помойках в поиске чего-либо ценного. К примеру, можно найти либо деньги, либо мусор, либо какой-либо хлам, либо автомат можно найти также. Также можно найти и фалоимитатор. Помимо всего прочего, там же можно и найти наркотики, которыми вы можете здесь тоже торговать с другими наркодилерами, продавать подороже, покупать подешевле. И зарабатывать на этом неплохие деньги. Что немаловажно, главный персонаж умеет плавать. Эта игра зайдёт немногим, по причине того, что камера расположена сверху. Они как привыкли от третьего лица, либо же от первого лица в GTA. Но в целом игра очень интересная, захватывающий сюжет, большая разновидность транспорта и оружия. Напрашивается следующий вопрос, а насколько хватает PlayStation Portable в играх? Мою же консоль, именно мою PlayStation Portable 3000 версии, на полтора-два часа игры. Это связано с тем, что аккумулятор на PlayStation Portable на моей именно износился. Но в этом нет ничего страшного, так как на AliExpress продаётся аналогичный аккумулятор, который можно легко заменить. Помимо этого, я могу её заряжать от пауэрбанка, то есть вместо полтора-два часа игры, я могу играть на протяжении 10 часов. Это тоже зависит от самого пауэрбанка, насколько он у вас на миллиампер часов. Лично мой пауэрбанк рассчитан на 12500 миллиампер часов. А значит, я смогу играть в PlayStation Portable в 10 раз дольше. Но это так, небольшой лайфхак, у кого пауэрбанк есть и у кого есть PSP, и не хотите покупать новый аккумулятор. Подводя итог по PlayStation Portable, я вам хочу сказать одно. Это замечательная консоль. Конечно, прошло много времени с того момента, как она была популярной, как выходили на неё игры. Давным-давно уже перестали выходить игры на неё. Также PlayStation полностью забила на эту портативку, перестала поддерживать её сервисы. Но от этого PSP-ха не перестаёт быть самой классной портативной консоли за всё время. Не зря до сих пор её продают на Авито и также покупают. Если же ты хочешь окунуться в ностальгию, вспомнить те времена, когда ты играл в PlayStation Portable или в PlayStation 1, то можешь смело покупать её. Ведь теперь можно не покупать на неё игры, а просто прошить в неё и скачать с интернета и играть. Но если же ты не хочешь покупать эту приставку, ты можешь скачать эмулятор и попробовать поиграть в него, поиграть в те игры, которые выходили на PlayStation Portable. А если ты уже задумался о покупке PSP, то почему бы не пойти и просто купить? Я купил и не жалею. Всем спасибо огромное за просмотр. Поставь лайк и подпишись, если ты досмотрел до этого момента. И оставь свой комментарий, что ты думаешь о PlayStation Portable, есть ли она у тебя сейчас или ты хочешь купить её. Всем пока и до скорой встречи.